Конечно, сама по себе подготовка к зачатию состоит из нескольких этапов. Это, прежде всего, очень важное слово «оздоровление». Оздоровление по нескольким направлениям. Физическое оздоровление, оздоровление здоровья, того здоровья, которым обладают будущие родители. В этом месте очень важна работа с медицинскими центрами. Очень важно, чтобы специалисты-медики обследовали родителей, обследовали семейную пару и выявили так называемые тонкие места в репродуктивном здоровье. Причем, если о маме задумываются все, то задуматься о здоровье папы зачастую не всем приходит в голову. И вот та программа, которая реализована в семейном центре Рождество, она как раз и заключает в себе на первом этапе полноценное обследование мамы и папы. Полноценное обследование семейной пары с точки зрения репродуктивного здоровья. Это, безусловно, будут анализы, это будет, безусловно, и компьютерная диагностика здоровья для ускорения получения важных для врача знаний о здоровье будущих мамы и папы. Это будет также и осмотр пациентов. После этого можно стартовать. То есть после первого такого осмотра можно стартовать. И что важно? Ну, важно, конечно, выполнять какие-то рекомендации врача. Но помимо этого, потому что в понятие оздоровления мы должны включить, прежде всего, понимание того, что это не обязательно лечение, а может быть даже вовсе наоборот. И вот уже приходя на занятия к нам в центр, молодые пары знакомятся с этим оздоровлением совсем с другой точки зрения. Они учатся наблюдать за собой и вообще над тем, как они живут. И вот оказывается такое, может быть, детсадовское понятие, как режим дня для будущих мам и пап очень необходимо понять, прочувствовать на себе, поверить в него и включить в свою жизнь. Потому что оказывается, что на репродуктивное здоровье не сильно влияет недосып будущей мамы, переработка будущего папы, отсутствие прогулок, отсутствие свежего воздуха ежедневного, так сказать, в режиме дня, отсутствие двигательной активности. Не обязательно это должны быть спортивные мероприятия или фитнес-центр. Но вот сейчас зимнее время года, если то, возможно, это прогулки на лыжах, возможно, это прогулки по лесу быстрым шагом. То есть те такие естественные функции организма, которые человек делает в повседневной жизни, если только он не прикован к компьютеру, не прикован к столу, а живет полноценной жизнью. Продуктивное здоровье очень сильно страдает, если человек не живет такой деятельной жизнью. Вот деятельная жизнь, которая обязательно включает в себя, возможно, и вводные процедуры, ну, бассейн, или купание в водоемах, если это лето, сауну, если нет противопоказаний, и врачи разрешают, рекомендуют будущим родителям. Это все те простейшие мероприятия, о которых... Потому что они повышают тонус организма, они позволяют полноценно после работы отдыхать, а, соответственно, репродуктивная система поднимается на такой хороший уровень. То есть репродуктивная система будущих родителей, она оздоравливается. Я совсем ничего не сказала о питании. Это тоже, конечно, такая серьезная забота будущих родителей должна быть, потому что современное питание современного молодого поколения зачастую это фастфуд. Вот фастфуд, он очень плохо влияет на репродуктивную систему. Репродуктивная система, она, ну, она, можно так, грубо сказать, закисает, потому что нет никакой энергии от пищи, которая приготовлена быстро, которая как-то там разогрета, которая была заморожена. То есть обязательно питание должно быть свежим, а оно должно быть как можно ближе, как можно сказать, в условиях большого города, да, как можно ближе к натуральному. Оно должно быть приготовлено, оно должно быть сварено, а не разогрето. Бывают, конечно, какие-то исключения, но, например, завтрак, как в детском саду, это почему так? Это потому что энергия на целый день. Суп, ну, пусть не каждый день, но тот суп, который будет тоже давать энергию. Оказывается, репродуктивная система очень сильно зависит от этого. И, собственно говоря, зачастую случаи вторичного бесплодия связаны именно с тем, в семье, где уже есть дети, связаны именно с тем, что семья живет в каком-то таком очень загрузочном в смысле работы, в смысле дел, которые сопутствуют маме, папе, ребеночку, имеющемуся в семье, там, пробки, понятно, семья не в состоянии обеспечить себя полноценной, приготовленной пищей. В случае вторичного бесплодия это, конечно, не единственная проблема, но это слагаемое. Слагаемое, которое будет тоже портить репродуктивное здоровье и мамы, и папы. И в этом отношении репродуктивное здоровье мамы, оно страдает гораздо больше, потому что, как мы знаем, мама, это, конечно, в вопросе зачатия важны два человека, и мама, и папа. Тот удивительный организм, который не просто должен зачать ребенка, но он должен его еще потом выносить. И поэтому для мамы это очень важно, для будущей мамы очень важны вот эти все важные моменты, как мы их называем, простейшего оздоровления. Зачастую их бывает достаточно, для того, чтобы семейная пара прошла вторичную диагностику через, скажем, 3-4 месяца и увидела, что ситуация улучшилась. Вот первичную вторичную диагностику обычно проводят несколько специалистов, это обязательно акушер-гинеколог, обязательно эндокринолог, бывает это совмещенный врач, но вот должна быть обязательно это профессиональная такое профессиональное умение, и андролог, андролог, репродуктолог, которые оценивают возможности репродуктивного здоровья будущего папы и дают, соответственно, важные очень рекомендации по здоровью. Конечно, профилактика стрессов это тоже очень важная часть подготовки семейной пары к моменту зачатия, к моменту ожидания ребенка и, в общем-то, такому большому важному этапу, как этап родительства. Я бы даже сказала, что не только профилактика стрессов, то, что профилактика стрессов что означает? Значает, что мы как-то их отодвигаем, не допускаем их к себе. Я бы сказала немножко по-другому, умение справляться с теми стрессами, которые нам преподносит жизнь. И вообще психологическая подготовка будущих родителей, конечно, тоже очень важная, слагаемая в процессе подготовки к будущему родительству. И поэтому вот та самая профилактика стрессов и что важно, важно умение с ними справляться, это то, чем будущие родители могут заниматься на таких лекционно-практических занятиях в программе продолжения рода. То есть они я бы сделала опять профилактика стресса. Прежде всего это умение понять и оценить этот стресс. То есть сказать себе честно, да, я живу в стрессе. Или сказать себе, я думала, что это стресс, но это не стресс, это оказывается норма моей жизни. Вот это умение, умение анализировать, присмотреться к своей жизни, умение рефлексировать, а что это было со мной, почему там я так себя вел, почему мне кажется, что я в стрессе. Вот эти простые психологические навыки и умения, которым можно научиться на специальных занятиях, психологических занятиях. Такое есть понятие психологическое образование, простейшее, простейшее психологическое образование будущих маму и папу. Вот они необходимы, эти знания. И вот с этого надо начинать. Сначала понять и оценить, что для меня стресс, нахожусь ли я в этой ситуации. Вот разобравшись с этим, услышав там психолог, какие-то пояснения этого процесса, возможно, на занятиях иногда мы используем какие-то арт-терапевтические приемы для того, чтобы оценить состояние человека. Для того, чтобы я оценивал, потому что люди взрослые, мы можем использовать тесты, сделав психологические тесты, безусловно, выверенные, сделав которые, человек сам поймет, что оказывается, я зря беспокоился, я очень не нахожусь в стрессе, а просто у меня какие-то эмоциональные простейшие переживания, я оказывается могу с ними справиться. Вот тесты, рисунки, разговоры, беседы, это то, с помощью чего человек сможет по-другому на себя взглянуть. И после того, как он уже на себя смотрит, может быть, немножко стороны, он сможет выстроить свою жизнь таким образом, чтобы либо отодвигать стрессы, либо, находясь в стрессовой ситуации, уметь жить. Вот уметь жить в стрессовой ситуации, это на самом деле есть профилактика стресса, потому что мы делаем профилактику не стрессов, а своего состояния в стрессе. Вот что мы можем сделать? Мы можем научиться, находясь в стрессе, бывает работа, бывают условия жизни, научиться отдыхать, находить те краткие временные промежутки, когда я действительно отдыхаю. Если я отдыхаю, то я отдыхаю полноценно. Что это значит? Это значит, если я сплю, то я сплю. Вот оказывается, чудеснейшим профилактикой стресса является укладывание спать до 12 ночи. Тоже такая, в основном все улыбаются, когда слышат про это впервые, но когда пробуют на деле, оказывается, что да, оказывается, что нервная система наша действительно лучше отдыхает, ну понятно, что лучше потом встает в ранние часы, утренние, и оказывается, человек обретает какие-то дополнительные психологические силы. Психологи говорят психологическая устойчивость. Вот психологическая устойчивость все знают, что нужна родителям, особенно когда дети подрастают, становятся подростками, или когда их много в многодетных семьях. Психологическая устойчивость очень важна, но оказывается, наша репродуктивная система тоже реагирует на психологическую устойчивость или неустойчивость родителей. Но мы не будем углубляться в физиологию, анатомию, в какие-то медицинские вещи, но отделы мозга, отвечающие, связанные с нашей эндокринной системой, имеют связь и с репродуктивной системой. Поэтому перенапряжение мозга, перенапряжение нашей всей физической системы, оно влияет на нашу репродуктивную. Нужно, чтобы отдыхало все. Вот отдых человека, когда человек знает простейшие маленькие моменты, как отдохнуть, раньше лечь спать. Не оставлять, тоже простое правило, не оставлять какие-то недомолвки между супругами на следующий день. Выяснять все сейчас. Быть открытым к друг другу. Вот простые правила супружеских уже взаимоотношений, я к ним перехожу, о которых зачастую молодые люди не задумываются, когда отношения идеальны. Но по мере накопления опыта семейной жизни выясняется, что для того, что отношения надо возвращать к идеальным. Вот к этому есть тоже простые ступеньки, простые правила, как это сделать. Масса и психологической литературы на эту тему достаточно хорошая, но самое главное — это желание. желание двух людей, супругов к тому, чтобы помочь себе и друг другу не жить в стрессовой ситуации или умение из нее выбираться, умение друг друга поддержать. Вот этому всему мы тоже учимся на занятиях в нашем курсе продолжения рода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok